Второй день военно-морских учений Китая близ Тайваня. В Минобороны острова заявили, что они подорвали мир, стабильность и безопасность в регионе. На фоне напряжения в отношениях с Ираном США развернули атомную подлодку в составе флота, который патрулирует Армузский пролив. Субботние акции протеста в Тель-Авиве прошли на фоне очередного витка арабо-израильского конфликта. ВОЗ считают, что Китай скрывает важные генетические материалы и призывают к большей прозрачности. В Пекине назвали это попыткой очернить китайских ученых. Китай проводит второй день военно-морских учений вокруг Тайваня, имитирующих окружение и захват острова на фоне растущей напряженности по итогам визита президента Тайваня в США. Минобороны Тайваня сообщило, что в воскресенье вокруг острова совершили облет десятки китайских самолетов. Представители Министерства обороны отметили также, что учения подорвали мир, стабильность и безопасность в регионе. Ранее в субботу глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Макколл заявил, что США рассмотрят возможность отправки своих военных на Тайвань, если Китай начнет в отношении него операцию. Учения армии Китая начались как ответ на визит главы Тайваня Цай Инвэнь в США, которая встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Пекин неоднократно предупреждал Тайвань о недопустимости поездки главы острова в США, угрожая сильными и решительными мерами. Операция, получившая в Пекине название «Объединенный острый меч», продлится до понедельника. В субботу вечером Папа Франциск провел пасхальное богослужение в базилике Святого Петра. Из-за холодной погоды понтифик не принял участие в традиционном крестном ходе в Страстную Пятницу вокруг Колизея. Накануне пасхальной недели Папа Римский Франциск три дня провел в больнице, поэтому у верующих были опасения, что по состоянию здоровья он не сможет принять участие и в праздничных церемониях. Во время службы понтифик помолился о спасении и сказал, «Пусть свет Христа, восходящий во славе России, тьму наших сердец и умов». Через три года после начала пандемии COVID-19 не утихают дебаты о происхождении вируса. В субботу Пекин обрушился с критикой в адрес ВОЗ, после того, как представитель организации обвинила Китай в сокрытии данных о вирусных пробах с рынка в городе Ухань. Китайские власти назвали эти высказывания оскорбительными и противоречащими духу науки. В четверг была опубликована редакционная статья журнала Science, в котором эпидемиолог Мария Ванкеркхове. В частности, напомнила, что ВОЗ до сих пор не располагает результатами анализа крови работников рынка в Ухане. Глава организации Тедр Садханом Гибриесус призвал КНР к большей прозрачности и сотрудничеству. На юге Чехии, в городе Чески-Будыевице, верующие восстанавливают забытые пасхальные традиции. Начиная с Великого четверга и по Страстную субботу, Горожане в черных костюмах и белых масках проходят по улицам с барабанами, хлопушками и деревянными погремушками, чтобы ознаменовать день оглушительным звуком и заменить колокола, которые умолкают в эти дни. Согласно традиции, их отправляют в Рим для благословения понтифика для дальнейших трудов. Театральный режиссер Вита Марсик привез этот обычай в Чески-Будыевице из Моравии много лет назад. Несмотря на шум и грохот, для Вита, как для верующего, Страстная неделя – это прежде всего время размышлений и молитвы. В середине процессии несут алтарь голгов и символическое осуждение человеческих пороков, таких как ненависть, лень или зависть. Необычное зрелище достигает кульминации на площади, на которой устанавливаются кресты с распятием. С каждым годом в процессии участвует все больше и больше людей. Продолжение следует...